Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болтком. Проговор с историком-краеведом, человеком, который ответственен и придумал, и ведет сайт «Русские в Латвии». Это Татьяна Дмитриевна Фейгмана. Добрый день, Татьяна Дмитриевна. Добрый день, Людмила. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем тему, начатую в прошлый раз, неделю назад. Она уже есть в Ютьюбе, запись эта, и вы можете с ней ознакомиться, потому что Татьяна Дмитриевна в первой передаче осветила ситуацию вообще с образованием для русскоязычного меньшинства в Первой Латвийской Республике или в межвоенный период, как кто это называет из историков. И, в частности, отметила тот факт, что русские были в тот период одним из самых наиболее ущемленных в плане образования меньшинств, поскольку только семь детей, оканчивавших основную школу, затем продолжали гимназическое образование, ну и, соответственно, гораздо меньше был процент тех, кто затем получал высшее образование. Вот об этом мы продолжим сегодня разговор, мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить, задавать свои вопросы Татьяне Дмитриевне по телефону 672-12-39-672-13-93-9. А сейчас я хотела бы, может быть, задать вопрос об учебных пособиях и об учебной программе. Вы уже в прошлой программе немножечко осветили этот вопрос, что все это начиналось создаваться с нуля практически, да, но были какие-то учебники старые, еще Российской империи, были немецкие учебники, и вот на этой базе начали создаваться уже учебные пособия для школ. И вот сейчас для нас очевидно, что и гуманитарные предметы, в особенности история, они очень сильно подвержены влиянию каких-то политических веяний. Вот как это сказывалось на содержании образования в межвоенный период, и какие периоды, может быть, вы могли бы отметить вот в этом плане? То есть курс на латышскую Латвию был провозглашен после переворота Карлисом Ульманисом уже, так сказать, официально, да, хотя такая национальная организация Перконкрус считала, что Ульманис украл у них этот лозунг, но тем не менее, ну вот такой более-менее жесткий курс на превалирование латышского языка в образовании во всех сферах жизни начался именно с 1934 года. А до этого, наверное, был более либеральный период, и каким-то образом допускались различные мнения в учебных пособиях. Так это или нет? Спасибо за вопрос. Он очень пространный. Мне бы хотелось начать свой ответ на него вообще с положения русского меньшинства в Латвии в межвоенный период. Как оно оценивалось и современниками, и впоследствии оценивается историками, причём не только здесь у нас в Латвии, но и историками, работающими в других странах. Так вот, я хотела бы отметить, что в сравнении с другими странами русского рассеяния русские в Латвии, по мнению очень многих специалистов, находились в одном из самых лучших положений, за исключением Эстонии. Считалось, что в Эстонии, там был принят закон о культурно-национальной автономии, мы знаем, что и президентом Эстонии был православный Константин Пяц, и только в Эстонии положение русских расценивалось как более такое лучшее, нежели в Латвии. Тут уже мы не берём в примеры другие страны, такие как Польша и так далее, где было очень много проблем. В прошлый раз я и говорила о том, что в Латвии вообще не было понятия такого, как эмигрантская школа, в отличие от других стран, где была русская диаспора. Я бы ещё отметила, что русский общественный деятель и педагог Василий Преображенский в 1934 году в сборнике «Русские Латвии» дал следующую оценку ситуации. Русские в Латвии, являясь гражданами своего государства, Латвийской Демократической Республики, это ещё до переворота было, естественно, написано, оказываются в положении наиболее благоприятного в наши дни. Четыре условия создают для нас такое положение. Родная церковь, своя школа, своя земля и гражданские права. Да, хочу ещё заметить, что вплоть до 1932 года представители русского меньшинства в Латвии не считали своим долгом участвовать в международных меньшинственных конгрессах, поскольку они считали своё положение достаточно благополучным. И только в 1932 году впервые русский представитель в лице Сергея Трофимова поехал на меньшинственный конгресс в Вену, где обратил внимание присутствующих на, как ему казалось, на его усмотрение, наблюдающихся в Латвии и усиливающихся ущемлениях прав русского меньшинства. Но если говорить, какой период был наиболее благоприятным, естественно, как будто наиболее благоприятным был этот начальный период, первая половина 20-х годов, когда ещё только шло размежевание, когда создавалась новая совершенно система школьного образования, отличная от той, которая существовала в царской России, когда появляются и наряду с русскими школами, которая раньше была господствующей школой, появляется большое количество латышских, немецких, польских, еврейских школ, белорусские школы, а также ещё и литовские, эстонские школы. То есть, казалось бы, это очень демократическая политика. Ну, здесь надо отметить, что, во-первых, наверное, сложно было вот так сразу переломить ситуацию, и латышский национализм вот в начале 20-х годов ещё не был столь силён, причём многие латыши получили образование в российских учебных заведениях, это тоже сказалось. Они были знакомы с русской культурой, русскими традициями. Было очень много смешанных семей, и там тоже влияние русских жён – это тоже один из аспектов, который на данный момент, может быть, ещё и недостаточно изучен. Но всё это вместе сказывалось на достаточно благоприятной обстановке. Однако я не хочу вот всё рисовать, красить таким розовым цветом. И вообще нельзя делить историю и любые события на чёрное и белое. Всегда есть какие-то переходные оттенки. То, что касалось и в начале 20-х годов. Были голоса в латышской прессе, но это были, правда, одиночные голоса. Но, тем не менее, они были, которые были настроены против русской школы, против изучения вообще русского языка. Ну, звучали такая, например, в газете «Латвия Саракс», ну, это газета такого правого, консервативного направления. Там, значит, были явные нападки на русскую школу. И фраза, что вот мы, латыши, не являемся и не считаем себя окраинным государством азианской России, но мы находимся в авангарде европейской культуры, являемся защитным баллом между Европой и Россией. Это место предопределено нам историей. Что же делают русские педагоги? Вы думаете, они молчат и никак не реагируют? Нет. Вообще, на протяжении всего периода межвоенной истории Латвии, какая бы политическая погода ни была на улице, русские педагоги и, прежде всего, директора русских школ были первыми, кто выступал в защиту своих учебных заведений. Я не хочу мучить вас цитатами, но я приведу всё-таки одну цитату, которую в ответ на нападки со стороны вот таких националистических кругов написал директор Рижской городской русской средней школы, о которой мы, как уже в прошлый раз говорили, Ломоносовской, как её любили называть, и учителя, и педагоги, и вообще это какое-то феноменальное явление, которое вошло в историю и до сих пор живёт. Так вот Масаковский писал следующее. «Нет спора, город переживает тяжёлый финансовый кризис, но русское общество не может и не вправе мириться с тем, чтобы городские финансы поправлялись за счёт именно русской школы и русского населения. Мы не добиваемся никаких льгот или преимуществ, но с нашей стороны было бы грехом, преступной непрежностью и доказательством политической и национальной незрелости поступиться чем-либо из того, что нам представляется нашим неотъемлемым правом. Не на волос больше, но не на волос меньше, чем другим. И это твёрдо должно быть усвоено, как нами, так и теми, от кого зависит судьба нашей школы». Вот такова была позиция русского директора. И это не был какой-то единичный случай. Это была норма. Норма для того времени. И никаким репрессиям в связи с таким выступлением директор школы не подвергался. Он оставался на своём месте и продолжал работать. Ну, русский отдел, о котором мы говорили, он тоже всё время следил за ситуацией в русской школе. Хотя уже в 20-е годы из функций русского отдела была изъята основная школа, которая оказалась в ведении самоуправлений, зачастую латышских самоуправлений. Так что русский отдел в основном занимался средними учебными заведениями. Но тем не менее это был очень важный и нужный участок работы. Но уже в середине 20-х годов предпринимаются первые попытки как-то урезать школьную автономию. Но в Сэйве они не получают большинства. И вот здесь может возникнуть вопрос. Почему же не получают большинства вот эти попытки? Вроде бы национализм нарастает, но дело здесь, я думаю, на мой взгляд, было в том, что по своему составу Сэйв в политическом плане не был единым. Он состоял из очень большого количества мелких фракций. В то время не было какого-то 5-процентного барьера. И достаточно было иногда фракция 1-2 депутата. И вот из всего этого массива и формировался Сэйм. С одной стороны, значит, были правоконсервативные латышские партии. С другой стороны было довольно сильное левое крыло в лице социал-демократов. Где же находились меньшинства? Депутаты от меньшинств. Ну, по своим политическим воззрениям депутаты от меньшинств были, естественно, ближе к латышским буржуазным партиям по политическим воззрениям. Однако, по вопросам, там, где дело касалось образования, то здесь они получали поддержку со стороны левого крыла, со стороны социал-демократов. И вот, чтобы как-то сохранить вот этот хрупкий баланс в Сэйме, а правительственные кризисы были довольно частым явлением в межвоенной Латвии, латышскому большинству зачастую приходилось считаться и учитывать мнение меньшинств и не идти с ними на прямую конфронтацию. Ну, следующая попытка такая, уже более серьёзная, основательная попытка наступления на русскую школу была предпринята министром Келиншем, представителем партии демократического центра в начале 1930-х годов. И здесь интересна вообще позиция. Я, может быть, об этом говорила уже, но я всё-таки повторюсь. Значит, Келинш и его сторонники считали, что должна быть единая школа и на основе с единым языком обучения, естественно, латышским языком, что государство не должно финансировать школы на языках меньшинств, что эти школы могут существовать только как частные школы. А обучение на едином латышском языке будет способствовать формированию единой нации. Ну, практически современным языком можно сказать, что тогда этот термин не употреблялся, но современным языком это можно говорить о политической нации. То есть, значит, например, известный латышский писатель и политик Армий Скалбе с недоумением отнёсся, с недоумением говорил, например, «Мы дружественно зовём к себе меньшинство, но они сами хотят себя изолировать. Непонятно, почему инородческая молодёжь хочет оставаться в рамках своей национальной культуры». Однако же я хочу заметить, что опять же позиция Кенниша и его сторонников не получила поддержки в Сейме. И не получила она поддержки как справа, так и слева. Ну, например, социал-демократы в лице Фрицеса Мендеса, в газете «Социал-демократ» писали, что всё, навязывая методом «держи морды», становится скорее отвратительным, нежели привлекательным. Поэтому латышская культура должна опасаться последствий, когда по всем подлинно царским методам национального возрождения в среду нелатышской молодёжи вобьют латышский дух. Несколько иначе смотрел партия Ульманиса «Крестьянский союз» на этот вопрос. Они опасались, что если слишком много нелатышей вольётся в латышские партии, в латышскую культуру, то в результате всего этого могут пострадать латыши и латышкость. Они могут оказаться в меньшинстве. Вообще, если посмотреть прессу того времени, то очень часто можно услышать, прочитать такие высказывания, что на самом деле хоть Латвия и независимая страна, не латыши ею управляют, а управляют ею меньшинство. Хотя в реальности всё-таки я с этим не соглашусь. Реальная власть политическая была в руках латышей, но в экономике действительно позиции латышей были несколько слабее и здесь им действительно составляли серьёзную конкуренцию как немцы, так и евреи. Ну, русские в меньшей степени. Вообще, я должна быть откровенной, хотя русские по численности были самым крупным национальным меньшинством в Латвии, это 200 тысяч населения, примерно 10,5% тем не менее они вот на протяжении всех этих 20 лет они как бы шли в хвосте. Инициаторами разного рода предложений и инициатив по защите национальных меньшинств выступали прежде всего немцы и евреи. И если посмотреть на итоги выборов в Сейл, то русские тоже, несмотря на своё численное превосходство, больше шести мест в Сейме получить не могли. А немцы, которых было в три раза меньше, если даже не больше, получали такие же шесть мест. Причём немцы всегда шли единым списком на выборы, в то время, как у русских никогда не было единого списка и всегда их было несколько, русские голоса всегда оказывались раздробленными. Татьяна Дмитриевич, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Буквально две минуты не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Мы вернёмся к разговору об истории русского образования и образовании нацменьшинств в Латвии через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Радиоболтком Продолжаем программу «Очевидец». Сегодня мы разговариваем о истории образования нацменьшинств в Латвии в период между 1920 и 1940 годом, и на прямой связи по скайпу с нами Татьяна Дмитриевна Фейгмана, историк, краевед и фактически автор сайта «Русские в Латвии». Мы немножко обрисовали политическую раздробленность русского нацменьшинства и его позицию, которая уступала во многом такой более единой позиции немецкого и еврейского нацменьшинства. Но я хотела бы вас вернуть к разговору об учебниках и об учебных пособиях и о том, что была попытка же создания высшего учебного заведения, которое бы готовило учителей для русской школы. Вот немножечко расскажите об этом, как все-таки создавались эти учебные пособия, финансировало ли государство это или это все были частные инициативы, там какие-то общественные фонды собирались на эти цели и насколько вообще были доступны новые книги на русском языке в этот период? Хорошо. Значит, вернёмся к учебникам. Вопрос учебников на протяжении всего просматриваемого нам периода был больным вопросом для русской школы. Ну, естественно, что учебники в Латвии издавались на латышском языке, финансировались государством. И не будем идеализировать, у них тоже было очень много сложностей, поскольку это всё приходилось заново создавать, поскольку в большинстве своём старые царские учебники были непригодны к новым условиям, особенно это касалось гуманитарных знаний. Ну, русским школам приходилось во многом обходиться всё-таки, особенно по началу, старыми царскими учебниками. И постепенно начинают создаваться и новые учебные пособия. Ну, я хотела бы заметить, что вот эти учебные пособия, на мой взгляд, они не явились каким-то прорывом в области образования. И по многим причинам. Потому что учебники должны составлять люди-специалисты. Если взять, например, русский язык и литературу. В Латвийском университете, о котором я чуть позже расскажу, если у вас будет время, не было отделения русского языка и литературы. Специалистов не готовили. В Латвии работали люди, которые закончили университеты. Но я имею в виду те, кто работал в средних учебных заведениях, ещё где-то в начале 20 века. Новое пополнение не поступало. Ну, поэтому были сложности. К тому же ещё момент, что произошёл переход со старой на новую орфографию. В школах, я вам не скажу, что во всех русских школах, но, например, я знаю, что в той же Ломоносовской гимназии, Ирической городской, преподавали русский язык по современной орфографии. В то же время печатные издания в Латвии печатались на старой орфографии. И, на мой взгляд, это создавало известную путаницу и недопонимание. Были некоторые учебники, но они не сыграли существенной роли и по истории также. Ведь история России тоже в Латвийском университете, ну да, было отделение историй, однако истории России, насколько я знаю, там уделялось минимальное внимание. Основное внимание было сосредоточено больше в западном направлении, так же, как это имеет место и сейчас. Ну, пытался писать учебники, но не по истории России, а по истории средних веков и по истории нового времени. Такой маститый учёный, как Роберт Виппер, работавший в Латвии в межвоенные годы, так же, как и его сын, искусствовед Борис Виппер. Но по свидетельству специалистов и бывших гимназистов, эти учебники были очень тяжеловесными, и учиться по ним было очень сложно. То есть учёному, видимо, сложно было понять методику преподавания школьникам. И он руководствовался больше, видимо, тем запасом знаний, которые у него были и которыми он хотел поделиться с молодым поколением. Ну, много было учебников латышского языка для русских школ, особенно вот в период диктатуры Ульманиса, но это уже другая песня, можно сказать, методика менялась. Но всё-таки я считаю, что учебники были слабым местом в русской школе межвоенного периода. Поэтому ряд учителей больше опирались на свои лекции, которые школьники пытались записывать. Например, был такой замечательный учитель истории Иван Иванович Кёйлер, немец по происхождению, но очень обрусевший, работавший больше в русской среде, нежели в немецкой. Но он тоже, кстати, был автором одного из учебников. Так что вот с учебниками, на мой взгляд, ситуация могла бы быть и лучше. Но справедливости ради надо сказать, что и в школах других меньшинств, да и в самой латышской школе тоже с учебниками было не ах, и это вы уже отмечали. Но я думаю, что в немецкой школе ситуация была лучше. Видите, у немцев за спиной была Германия, от которой они могли что-то получить. У поляков за спиной была Польша. А кто был за спиной у русских? Они же не могли работать по учебникам советским, особенно что касалось гуманитарных знаний. Поэтому тут, конечно, к сожалению, хотелось бы лучшего, но приходилось обходиться тем, что есть. Но я хочу заметить, что несмотря на это, я в данном случае говорю о русских учащихся, они получали, кто хотел, естественно, получал хорошее образование, и они могли устроиться в жизни, несмотря на сложности, и в период диктатуры Ульманиса русские с трудом, русские выпускники вузов хоть и с трудом, но находили работу. И вот показателем является и то, что когда очень много русской интеллигенции в 1944 году эмигрировали из Латвии, опасаясь репрессий со стороны советской власти, обосновавшись на Западе, они сумели найти себя. Хотя я должна заметить, что многие из них, будучи юристами, всё же не смогли работать по своей специальности, а в основном перешли на словистику. У нас есть звонок, давайте послушаем, радиослушатель, добрый день, говорите. Добрый день, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как всё-таки с исторической точки зрения, ну, вы больше об истории, нас интересует больше сегодняшний день, вы оцениваете вот эту раздробленность русскую и в умах, и в поступках, в действиях, вот националисты, они сплачиваются всё больше и больше, я говорю про сегодняшний день. Ну, национализм, это я так выражусь, как я думаю, это ненависть, а ненависть сплачивает больше, чем любовь и дружба, но у нас здесь, сейчас, и тогда, вот если по вашему изложению, даже против, как бы я выражусь так, ненависти по отношению к их ненависти, то есть нету, то есть сегодня одни тянут в одну сторону с барабанами, другие просто, значит, уже подыгрывают националистам. Почему русские так по-разному воспринимают простейшие очевидные вещи? Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Вопрос ваш, нужный, но очень сложный. Однозначно ответить на него, наверное, нельзя. Почему вот так происходит? Почему немцы могли объединиться, русские не могли? Давайте слово ненависть, мы в данном случае не будем фигурировать этим словом ненависть, что ненависть объединяет. Но у русских я даже, вы знаете, затрудняюсь сказать, почему русские наступают снова на одни и те же грабли. Вот наблюдая за работой каких-то русских общественных организаций, вот я просто вижу, это борьба каких-то мелких таких самолюбий, желание как-то вот показать, что вот я лучше, вот там других лучше работаю, чем Ван Ваныч. И как-то вот и нет понимания, что только объединив силы, можно достичь желанного результата. У нас, к сожалению, пока такой тенденции я не вижу. Я не вижу. И русское общество, на мой взгляд, сейчас со временем, ну, может, когда-то какие-то изменения наступят, но на данный момент, по-моему, раздробленность становится все более заметной и ощутимой. Хорошо. Давайте вернемся, значит, вот к периоду истории, который мы начали с вами освещать. То, что вы отметили, вот была еще одна попытка в начале 30-х годов министра Кенненша подверглась. Не получила поддержки в Сейме, а точки над ИРА ставила все-таки переворот Ульманиса. Ну, не прошло и года, как ситуация изменилась. Значит, 15 мая 1934 года в стране произошел государственный переворот, Сейм был распущен, все партии, включая партия Ульманиса, Крестьянский союз, были распущены, и установилась диктатура. Хотя Ульманис до 1936 года официально был только министром-президентом, а должность президента выполнял Альберт Квесес. А в 1936 году, в общем, без всяких выборов, Ульманис занял и эту должность, то есть стал единоличным диктатором. Хотя и до этого уже Квесес сыграл второстепенную роль в сравнении с Ульманисом. Что же происходит? Значит, во-первых, 12 июля 1934 года был принят закон о народном образовании, согласно которому была ликвидирована школьная автономия национальных меньшинств, были ликвидированы национальные отделы, а вместо национального отдела была введена должность референта по русским, немецким, еврейским и так далее школам. Ну, референтом по русским школам стал бывший депутат 4-го Сейма Сергей Иванович Трофимов. Но в этой должности полномочия его были весьма урезанными, несравнимыми с теми, которые были у начальника отдела Юпатова, и что-то сделать он практически не мог. Следующим шагом после ликвидации школьной автономии стало принятие инструкции о распределении учащихся по национальности. Это означало, что школы должны были стать мононациональными, в отличие от того, что мы наблюдали в предшествующий период. Но вопрос может возникнуть, а как же быть, если ребёнок от смешанного брака? Если один из родителей латыш, то ребёнок должен идти в латышскую школу. Если же родители не принадлежат, если же родители, предположим, греки по национальности, такие факторы тоже были, где им учиться? Раньше они учились в русской школе, теперь они должны учиться в латышской школе. Значит, еврейские, немецкие школы, там тоже, например, часть евреев училась в немецких школах. Они должны были покинуть эти школы и перейти в свои еврейские школы. То есть, некоторые писали прошения разрешить их детям продолжить закончить обучение в той школе, в которой они начали. Ну, например, известный король танго Оскар Строг, женатый на итальянке как будто бы, и дочь у них была Вера, и она училась в русской школе, и вот теперь, значит, требуют, чтобы она покинула русскую школу. Но все-таки его прошение было удовлетворено, и дочери, насколько я знаю, удалось завершить образование в русской школе. Но это было поначалу. Чем дальше, тем отношение к подобного рода прошениям становилось всё более и более жёстким. Ну, что же ещё происходит интересное, моменты в связи с распределением? Во-первых, значит, в первую очередь страдают частные школы, поскольку там был наиболее смешанный состав. Вообще уже в 30-е годы, после экономического кризиса начала 30-х годов выжила только одна русская частная школа Олимпиады Лишиной. Но в 36-м году она тоже закрылась из-за того, что еврейские девочки должны были покинуть школу, и школа стала нерентабельной. Что касается государственных школ, то здесь государство своей жёсткой рукой ликвидирует гимназию в Луцзе, ликвидирует гимназию в Ямладгаве Пыталова, ликвидирует гимназию в Даугавпилсе, и что остаётся в остатке на 39-40-й учебный год. Две государственные гимназии русские – это в Риге Резекна и русский комплект при Даугавпилской гимназии. То есть в цифрах – это 471 учащихся в двух русских гимназиях, и 97 учащихся – это в русском комплекте в Даугавпилсе. И это на всю Латвию. И как раз парадокс состоял в том, что к этому времени у русской молодёжи стала проявляться тяга к получению образования. Но где она могла её получить? Ну кто-то скажет, может быть, из оппонентов, ну пусть идут учиться в латышскую школу, в латышскую гимназию. Но латышские гимназии оказались переполненными, поскольку их число, вот я смотрела статистику, в эти годы не увеличилось. Там был помимо большого конкурса в гимназии, ещё надо было вносить и плату сравнительно, довольно-таки большую. И это останавливало очень многих русских учащихся, особенно в Латгалии, от возможности получить среднее образование. Татьяна Дмитриевна, скажите, а какая была оплата за гимназический курс в то время? Ну я могу сказать так, что в Ломоносовской гимназии была самая небольшая оплата, 75 латов, причём по просьбам родителей очень часто учащихся освобождали. В частных школах где-то 200-300 латов была оплата, ну и в гимназиях тоже где-то, вот особенно в 30-е годы, где-то плата увеличилась, и примерно 200 латов было. Ну это за год? Да. Или за семестр? Для многих это были в то время большие деньги. Не все могли себе это позволить. Ну какие были ещё альтернативы? Ну были ремесленные, русские ремесленные классы. В 1926 году открылись, при Ульманисе они закрылись. Значит опять надо было идти по возможности продолжать образование в латышских ремесленных классах. Был частный русский техникум инженера около кулака. Ну он умер сам в 1927 году, техникум продолжал работать, но с приходом к власти Ульманиса русский техникум тоже был закрыт. Сейчас я хотела бы обратить внимание наших радиослушателей на то, что большинство тем, которые сегодня Татьяна Дмитриевна затронула, они отражены на сайте «Русские в Латвии», и можно более подробно прочитать и про Ломоносовскую гимназию, про Рижскую русскую среднюю школу, и про вообще процесс исторического развития образования нас меньшинства в межвоенный период. И хочется поблагодарить вас, Татьяна Дмитриевна, за вашу такую подвижническую работу в плане отражения вот этой культурной жизни наших соотечественников в этот период. Я думаю, что многие страницы истории вы открыли уже и еще откроете для общества. И хотела бы, может быть, обратиться тоже к радиослушателям с предложением, если у вас есть какие-то материалы, документы, касающиеся вот этого периода и вообще истории русских в Латвии. Истории русских в Латвии, вне зависимости от периода. Да, вы можете писать и на сайт Татьяне Дмитриевне эти материалы передавать, потому что это все очень важные, ценные источники. И, к сожалению, люди уходят, и вместе с ними уходит история. Старые фотографии оказываются в мусорниках. Нет такого пытливого человека-исследователя, который бы, может быть, это все собрал в каждой семье и сохранил для потомков, для всех людей, которые интересуются этими вопросами. Потому что, конечно, в прошлом мы находим какие-то зацепки и для своей сегодняшней самоидентификации, для понимания путей развития русской культуры в Латвии, как такого феномена, существовавшего многие сотни лет. И я хотела бы еще раз поблагодарить Татьяну Дмитриевну за участие, напомнить, что ролики, которые мы здесь записываем в студии «Радио Болтком», затем выкладываются на Ютьюбе. Вы можете обратиться к ним, посмотреть и освежить в памяти то, что было сказано. И, наверное, в завершение я бы хотела сказать, что, конечно, вот эта плата за образование, которая существовала в тот период в условиях буржуазного государства, она являлась, ну, барьером для многих непреодолимым. Поэтому, когда пришел советский проект, и образование стало снова бесплатным, как это было декларировано правительством Стучки в свое время, которое недолго просуществовало, но все-таки основы какие-то заложило, и в том числе образовательные системы, создав высшую школу Латвии, затем преобразованную в Латвийский университет, это был одним из моментов, который привлек к себе достаточно большие симпатии людей, открыл для людей новые горизонты, потому что, ну, молодежь, имевшая, так сказать, тягу к знаниям, желание учиться, желание сделать карьеру, она получила такой шанс, пусть ненадолго до войны, до начала войны, но все-таки получила. Сегодня в программе «Очевидец» была Татьяна Дмитриевна Фейгмана, краевед, историк, автор сайта «Русские в Латвии», программу провела Людмила Прибыльская, звуко-режиссер студии Евгений Копин. Спасибо большое, Людмила, спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Да, я думаю, что мы еще встретимся и построим… С удовольствием, я не рассказала ничего о высшей школе. Вот о высшей школе, да, мы обязательно поговорим, о Латвийском университете, о путях его становления, поскольку, конечно, в жизни этого учебного заведения очень большое значение имела кадровая прослойка, которая получила образование еще в Российской империи, и это были и немцы, и евреи, и русские преподаватели, и в том числе и мигранты, поэтому, конечно, эта тема очень интересная, и мы обязательно ее осведим в следующих наших программах. Спасибо большое за внимание, всего доброго. Всего доброго.